Мы находимся в Дендрарии, в самом замечательном месте города Сочи. И сегодня всё самое удивительное об этом экзотическом месте рассказывает опытнейший лесовод Сочи, старейший научный сотрудник Дендрария Алексей Алексеевич Каркешко. Уникальный древесный парк, пришедший в запустение в годы Отечественной войны, был восстановлен в конце 40-х собственноручно отцом нашего героя. А затем и сам Алексей Алексеевич, приняв лесное дело по наследству, отдал немало десятилетий поддержанию Дендрария в том виде, каким мы имеем счастье наслаждаться им сегодня. В 1946 году Сочинская Нила сорганизовалась, а в 1949, в возрасте 10 лет, я уже жил на территории Дендрария, а мои родители работали в этом чудесном парке. Заповедный Сочинский парк был разбит ещё в XIX веке. Сергей Николаевич Худяков, увлечённый разносторонний человек, коллекционер, драматург, театрал и большой знаток экзотических растений, купил в Сочи участок земли, чтобы построить виллу «Надежда» в честь своей жены и разбить красивый франко-итальянский террасный парк. И вилла, и оригинальная парковая скульптура, и мавританская беседка сохранились с того времени. Но, конечно, главное здесь – уникальные деревья. Самое крупное на черноморском побережье Кавказа – пальмы, два высочайших колоновидных кипариса, живописные лужайки, цветущие деревья из разных уголков мира. Чем знаменит Дендрарий? Чем он привлекает тысячи людей ежегодно? Своими необычайными коллекциями. Дендрарий переводится с греческого «дендрон» – дерево, ариос – собрание. Собрание – деревьев. Чем отличается Дендрарий от ботанических садов? Тут только древесные растения. Тут их более полутора тысяч видов. Около 1700 видов, разобидностей, форм. А всего в Дендрарии около 38 тысяч деревьев. Почему такие точные цифры? Потому что это также замечательное научное учреждение. Ему уже больше 50 лет. Дендрарий знаменит своими коллекциями и своими научными исследованиями. Посмотрите, походите по городу. Ведь половину растений, даже две трети, которые растут в Дендрарии, есть и в городе. Откуда они появились? Только из Дендрария. Если у нас сейчас полторы тысячи видов, то проверено 34 тысячи партии семян. 34 журнала хранятся с основания парка, где записывается, откуда получены семена, когда посеяны, когда получились сходы, когда высажены в парк, как росли. Каждое дерево имеет свою характеристику, и можно под имеющим документом проследить за ростом и состоянием этих всех растений. Все растения имеют разные утилитарные назначения, используются в различных приемах озеленения. Одни вырастают огромными деревьями, дают очень густую тень. Другие, как эвкалипты, тени почти вообще не отбрасывают. Одни цветут почти целый год, не останавливаясь. Одни цветут в зимний период растения южного полушария. Другие ранней весной. Поэтому, когда не придешь в парк, всегда видишь цветущие растения. Наш парк – это парк непрерывного цветения. И вот рядом земляничное дерево. Все с красными плодами, как будто это земляника, или как по-народному клубника. Интересно, что созревают плоды и цветут в одно и то же время. То есть плоды созревают ровно год. И очень интересно, когда дерево покрывается такими колокольчиками, очень похожие на цветки ландыша. И тут же между ними куча красных ягод земляники. Мы познакомились с ним 40 лет назад. Также в лесу он занимался каштаном в Салахауле. Уже написал кандидатскую. Только что защитился. И свежеиспеченный кандидат. Конечно, мы как молодые комсомольцы поехали, тогда субботники были, и поехали собирать каштаны. Он самый оригинальный, он самый лучший. Он постоянно рассказывал про деревья, рассказывал про свой любимый каштан. Это я сама по профессии бухгалтер. Для меня было это, конечно... Вот сразу он мне покорил своей оригинальностью, своим умом, тонкостью понимания леса и любовью к лесу. Понимаете, он рассказывал как о родной матери. Он так любит эти растения, любит деревья. Если постучать по стволу пальмы, слышен громкий звук, будто она пустая. На самом деле там все заполнено не древесиной, а проводящими пучками. Это семейство пальмы относится к семейству однодольных, и коры у них нет. Мы знаем, что там все заполнено, но дятлы не знают. Они стучат своими клювами, думают пустая, думают, что там находятся личинки насекомых, начинают долбить, делают дырки, ничего не находят, долбят рядом. Посмотрите, вон старые пальмы, они все в дырках, которые проделали дятлы. А когда не обрезают старые листья, то в сухих листьях воробьи делают гнезда и разводятся именно в пальмовых листьях, а не в дуплах, как в средней полосе. Сегодня сочинские курорты и сам Дендрарий немыслимый без пальм. Этих вечно зеленых красавиц с пучком листьев на макушке. Пальма с латыни буквально ладонь, растительный символ тропиков и победный венец героев. Невозможно поверить, но еще совсем недавно никаких пальм в Сочи не было. Ну, на Кавказе вообще никогда не было пальм. И при мне еще все эти пальмы мерзли. Их укрывали. Даже китайские пальмы подмерзали. А сейчас они акклиматизировались. И когда даже большие морозы, одни пальмы мерзнут, а другие даже не подмерзают. Еще много зависит не только от вида пальм, а от места, где они растут. Где-то есть затищие, где-то лучшая почва или худшая, разный рост. Потом мерзнут растения, которые вегетируют зимой, то есть растут. Если растения подготовились к зиме, они не мерзнут. Еще сотрудники не знают, сколько лет будут существовать посаженные пальмы. Вот эти растут, которые посадил худяков, уже 120 лет. Думали, что они скоро должны по возрасту пропасть. Поэтому подсадили, вон, которые ниже, раньше, лет 40 назад. Это мой отец еще подсаживал их. Оказалось, что и эти 100-летние существуют, и те их догоняют, и то, что я садил. Скоро эти все пальмы вырастут, и неизвестно, сколько лет они еще простоят. Может, еще 100 лет. Кажется, что вот этой пальмы очень много лет. На самом деле, это я ее посадил в начале перестройки, и уже такая выросла. В Сочи все очень быстро растет. Поэтому в Сочи крупномерным материалом не садят. Он приживается и растет потом медленнее, чем маленькое растение, которое посадили, оно через два года догонит. Даже пальмы, которые особо быстрым ростом не отличаются, вот, за 20-25 лет вырастают 15, и то и больше метров. Вот делаются эти листики, видите, перистые, то есть это веерные, а у других перистые. А всходы у всех, у всех пальма одинаковые. Вот они, это, начинают прорастать, видите, вон уже. И в конце концов, вот как газон получается, сплошной газон, и растут они вот потом семи. Я их уже, это, рублю-рублю потихоньку, потому что, как эти, тут как работать? Начинаешь вот это вырезать, тут же голубые или розовые приходят, ай-яй-яй-яй-яй, хорошее растение портите. Голубые или розовые? Ну, защитники природы. Зеленые, зеленые, голубые, розовые. Историю своего рода подвижников-энтузиастов Алексей Алексеевич любит рассказывать, начиная даже не от отца, с деда и тех заповедных времен, когда в далеком Уссурийске все знали единственную в городе нотариальную контору Каркешка. Вот это моя бабушка с дедушкой. Дед Леонтий Игнатьевич, бабушка Евгения Сергеевна. Вот они уехали из Украины на Дальний Восток, в город Уссурийск, когда еще в конце позапрошлого века. И дедушка там работал нотариусом. А вот этот дом, вот их дом, вот тут вишни. А, когда после революции они этот дом покинули, там до сих сделали детский сад, до сих пор в этом доме детский сад. Автомобилей тогда не было, вот у них была, так сказать, вы их зная, лошадь, Тарантас, экипаж, это кучер, в общем, няня, и японка, кучер, это, по-моему, сам отец со своими детьми управляет лошадью. Отец и тезка нашего героя Алексей Каркешко, оказавшись после войны на службе в сочинском Дендрарии, проявлял свойственные фамилии качество энтузиаста и подвижника. Такой здоровенный мужчина, бегал только по парку, в шляпе, вместо потел, вместо платка у него маленькое полотенце, вытирал, выжимал его, плавал в карман, через пять лет снова выжимал полотенце, так потел, так носился. Раньше ж люди строили коммунизм, все были убеждены, что коммунизм будет, что строим для народа. А сейчас, когда все это расхватывается и перспективы особо не видно, и работать, скажу, не так интересно не только мне, а смотрю и на молодежь, потому что нет той основной идеей, которая была у всех людей раньше. Он живет парком, он живет именно своими растениями, ему не интересует ни бизнес, как таковой, ну, уже сложившийся человек, 75 лет, он постоянно болеет душой, сердцем за парк, за деревья, он каждый кустарник, каждую травинку, каждый куст, он знает, где, как, чего, где он растет, и когда он болеет, чем болеет этот куст, как его лечить, это его боль, он даже больше отдает парку, чем дому. в дендрарии происходит очень большое движение древесных коллекций. Ежегодно гибнет от нескольких десяток до несколько сотен растений, до 500-600 некоторые годы, или от засухи большой, которая тоже иногда бывает, или от бурелома, от снега. Это же тут же выпавшие растения, вываленные с корнем, поломанные, обломанные кроны, пилим, увозим, и каждый год также подсаживаем новые растения. Если несколько, десятка выпадает, и даже до сотни, то ежегодно по 500 растений древесных мы высаживаем новых. Потом, конечно, где очень густые посадки, сейчас приходится убирать. Благодаря этому парк всегда зеленый, не видно никаких ни вывалов, ни сухих деревьев, ничего. Парк лучше становится или хуже. Одни приходят, страшно ругаются, какая тут была раньше красота, и что сейчас делалось с парком, ничего не цветет. Другие приходят и восхищаются, какая тут красотища, как легко дышится. Почему это так? Все люди правы. Парк это живой организм, огромный, который все время меняется, развивается. Вот цветущие растения цветут хорошо, только на солнце. Под пологом леса цветение и плодоношение прекращается. Вот тут были когда-то маленькие посажив деревья, много цветущих кустарников, все это цвело. Теперь деревья разрослись, кустарники эти попали в тень, не цветут. Люди приходят, ах, тут же все цвело, теперь цветущих нет. Ну как только придется, идут дальше, где раньше вообще были дикие заросли, там оказывается все цветет. Конечно, парк красивый. В Сочи таких больше нет. Хотя, надо честно сказать, некоторые санаторные парки сейчас лучше ухожены, чем наши. Еще есть у нас отдельные неухоженные участки, потому что все-таки это самый большой парк. 49 гектаров был, сейчас в связи с Олимпиадой 3 гектара отхватили. В наши дни вечно зеленый летний город Сочи принято ассоциировать с зимней Олимпиадой. Этот грандиозный парадокс, масштабное сооружение олимпийских объектов и выросшая как из-под земли стихийная застройка самого города-курорта вызывает опасения у старейших хранителей сочинской флоры. Наш институт тогда был предлагал организовать питомники что мы можем вырастить эти растения заранее но город Олимпийский комитет почему-то на это не пошел начали договариваться с иностранными питомниками да там чудесный материал калиброванный то все одинаковые растения но многие растения совершенно не приспособлены не проверены даже в Сочи но сейчас стараются вот лишь бы этой зимой прошла Олимпиада видно а что потом померзнет будет видно если раньше были настоящие субтропические джунгли то сейчас это те же джунгли только высотных бессистемно застроенных домов где просто негде озеленять вот в Сочи кто строит берут деньги на восстановление этих восстановление озеленения деньги есть материал есть осадить некуда вот они садят думаешь зачем тут эти растения посадили они только мешаются они не нужны ну просто их некуда садить площади где зеленые площади площади где можно было раньше садить сокращены до минимума и просто удивляясь поведению властей стараются застроить каждый клочок земли будто через 10 лет и дальше не будет необходимости изыскать место для какого-то нужного для города строительства делаю так чтобы не было куску земли вот построить именно сейчас я оказался здесь как бы по наследству работал здесь мой отец с 1949 года как только вернулся с фронта он провоевал полностью 4 года его в начале сентября забрали и всю войну и остался жив и здоров только с легкими ранениями и контузиями он был старшим научным сотрудником заведующим лесопарковым отделом разрабатывал тему нам на каждую пятилетку давали новую тему он разрабатывал принципы строительства парков субтропических строительства субтропических лесопарков ассортимент древесных растений для парков для лесопарков вертикальное озеленение то есть озеленение зданий сооружений лианами когда мы сюда приехали парк занимал площадь 12 гектаров вот худяковский а дальше были питомники и после войны были заросли никто во время войны не ухаживал особенно за посадками были питомники которые переросли часть растений пришлось вообще массово вырубать существует много типов создания парков вот они когда все проанализировали все парки побережья нашли что принцип который разработал Краснов профессор еще до революции принцип создания географических отделов самый перспективный и вот у нас тогда наметились отделы североамериканских с маленьким отделом южноамериканским отдел юго-восточной азии под отделом Китай Япония и Гималайи средиземноморский отдел кавказский уголок и австралийский отдел но там так сказать растения не особо перспективные они красивые быстро растут но в первую же холодную зиму мерзали до корня приходилось делать новыми ну сначала я как-то не особенно этими растениями увлекался но в конце концов даже пытался поступить в радиоинститут но когда попытка оказалась неудачной я понял что лучше быть лесоводом и не жалею считаю самая интересная специальность потому что в лесном институте половину технических специальностей половину биологических и гуманитарных какое хочешь направление выбирай я сначала занимался лесными темами селекцией каштана и другими а когда ушли все старые сотрудники просто по возрасту и некому было я начал пришел новый директор я начал подсказывать надо то то сделать поскольку я с отцом работал знал более-менее парк директор ну раз вы знаете так и берите за парк и уже больше 30 лет все посадки и все рубки которые происходят только через меня по моим проектам по моим подсказкам этим я занимаюсь и сейчас идешь по парку видишь огромные деревья и забываешь что я их когда-то садил кажется что всегда раз не думаешь и кажется все было недавно вот 3-5 лет назад а подумаешь да это же было 15-20 лет назад в централе можно увидеть необычное сочетание растений северная пихта и субтропическая пальма вот они касаясь друг друга растут оба в чудесном состоянии друг друга не мешают нигде в природе такого не увидишь больше знаете когда отмечали 75 лет парку отец тогда сделал доклад что парк достиг своего предельного возраста кульминации и теперь начнет распадаться потому что деревья старые начинают выпадать и лет через 10 он придет в упадок прошло еще 25 лет он как был молодой так и остался потому что разом деревья не выпадают выпадает одно дерево мы тут же подсаживаем несколько на этом месте новых деревьев а поскольку тут субтропиков при этой влажности тепло растет все в 2-4 раза быстрее чем в средней полосе тут же вырастают деревья за 10 лет такого почти предельного возраста некоторые деревья как камтотека акации серебристые или мимоза поэтому как был парк молодой так и есть как были старые огромные деревья так они и стоят такой парк и будет если его не начнут застраивать не начнут не превратят торговую галерею потому что в городе все-таки ларьков все меньше меньше подземные переходы освободили от торговли а у нас постепенно ларьки все размножаются и размножаются и мы в принципе не против торговли люди должны и сувенир какой-то купить и водички выпить но ставят ларьки в совершенно непотребном месте ларьки ставятся нигде советуют научные сотрудники и старые работники а где нравится торгов торгов вот они ставят у мавританской беседки пропадает весь символ дендрария так это и остается а так парк как был так и есть ну немножко границы как всегда откусывают сейчас идет реставрация конечно к олимпиаде он будет еще более красивый все скульптуры реставрируют дорожки сейчас приведут в порядок ну и конечно и растительность постараемся привести тоже в хороший вид субтитры субтитры субтитры